купить несколько квартир или один доходный дом в иной логике складывать все яйца в одну корзину или диверсифицировать риски многое зависит от вашей особой ситуации ваших возможностей но все таки в чем отличие между инвестициями в доходный дом и в отдельную квартиру основная в том что в доходном доме нет тсж того самого товарищества собственников жилья доме ты сам себе хозяин а значит максимальной степени определяешь и контролируешь расход инвестируя в квартиру вы становитесь заложником решений этого тсж заложники слова грубое но по сути верное влиять на что-либо вы можете только в рамках своего голоса во время общих собраний и голосований а голос зависит от доли площади вашей квартиры общей площади дома с одной квартиры вы гарантированно остаетесь в меньшинстве а все решения придется исполнять успех вашей инвестиции зависит от того как хорошо взаимодействует тсж и управляющая компания насколько разумные твои совладельцы к тому же мой опыт показывает что мирных товарищ когда все жильцы имеет единое мнение практически не существует немцы любят отстаивать свою точку зрения и на собрание даже приводит юристов есть риск что обсуждение закончится головной болью а еще в некоторых тсж в уставе прописано что на собрании ты должен присутствовать лично что также может создать неудобства отдельно о финансах инвестируя в квартиру вы должны платить за управление дважды за общей площади и за свою квартиру и не забудем про отчисления в накопительный фонд я не знаю пример где бы он не формировался то есть ежемесячно вы переводите туда деньги неважно нужны они в конкретный момент или нет а ведь фонды бывают солидные по 100 200 тысяч евро в которых будет и ваша доля теперь рассмотрим ситуацию когда вы хозяин целого здания конечно и здесь не все безоблачно тебе не с кем делить затраты на ремонт с другой стороны ты самостоятельно решаешь каком объеме этот ремонт производить то есть имеешь свободу обратная сторона которой ответственность обычно доходный дом подразумевает больший бюджет который вам возможно просто не потянуть но предположим вы можете купить одно здание скажем на 5 квартир а можете инвестировать в 5 квартир в разных частях городах 5 квартир это 5 собраний на вряд ли у всех домов будет одна управляющая компания возникают коммуникационные вопросы плюс надо вникать состояние каждого дома в общем приобретать 5 квартир в разных местах я бы стала только в одном случае если финансовое положение позволяет пока купить только одну квартиру через какое-то время вы покупаете другую затем третью и даже в этом случае я бы старалась покупать в том же доме хотя это и трудно реализуемо и все-таки когда лучше инвестировать именно квартиру они в целый дом наиболее характерный случай когда ты хочешь максимально устраниться от любых контактов с объектом вот пассивная инвестиция твоя единственная обязанность оплатить house кельт в остальном ты полностью доверяешь компании которая управляет квартирой она будет отправлять тебе отчеты раз в год а сам дом живет по законам тсж и всегда найдется более бдительный собственник который будет следить за всем что происходит с домом и не допустит чего-то нехорошего безусловно и доходный дом может быть пассивные инвестиции но все-таки домовладельцу чаще приходится принимать решения между ним и управляющей компании больше творческих ситуаций которые требуют его участия в следующей серии проекта как инвестировать в немецкие доходные дома обязательно подписывайтесь на обновление youtube канала прианру если вам понравилось наше видео ставьте лайки спрашивайте и комментируйте